Добрый день, Александр, спасибо большое, что выделили время. Мы с Фаритом пригласили вас на встречу. Для нас она очень важна, эта встреча, и вы сейчас поймёте, почему. Дело в том, что вы, как представитель Совета директоров, здесь и сейчас, поможете нам разобраться в некоторых вопросах. Всех собрать вас было просто нереально. Мы понимаем, какой у вас жёсткий график, насколько вы сейчас находитесь в таком вот жёстком режиме. Но вот именно вас одного будет вполне достаточно, я думаю, да? Ну, конечно. Как представителя всей администрации, для того, чтобы мы разобрались, узнать, где наш проект Gem4Me Market Space находился вчера, где он находится сегодня и куда мы двигаемся дальше. Вот такие вот у нас три раздела в нашей сегодняшней беседе. И чуть побольше, может быть, узнаем вас как человека. Это тоже важно. И я даже объясню, почему. Дело в том, что так как сейчас у нас завершающий этап, об этом мы много и часто говорим в последнее время, у меня намечается поездка в Израиль. Для того, чтобы там, в Израиле, расширить бизнес, подключить различные сервисы, в средствах массовой информации сделать покрытие. И точно так же, такой же план у Фарита Гараева в отношении Бразилии и Турции, двух вот этих стран. Именно перед вот этими поездками нам критически важна встреча именно с первыми лицами, с ключевыми лицами, которые не просто принимают решения, не просто управляют кораблем, а именно будут оказывать в том числе и содействие. Вот в наших вот этих вот движениях. Вот, поэтому, ну давайте начнем по порядку. Может быть сначала немножко такая личная картина. Вы человек семейный? Да, конечно. Я очень... У вас есть дети? Очень семейный человек, да. У меня четыре сына. Это, так сказать, достаточно удивительно, да. Даже для меня. У меня три дочери, а вот у Фарита три сына. Три сына, да. Потому что мы вот начиная там со второго ребенка все время хотели дочку, 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 но вот каждый раз нам посылали сына. Зеркальная картина. Мы хотели все сына, 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 и получалось дочка, дочка, дочка. Ну, видите, так вот. Так бывает, но в принципе мы очень довольны. Жена моя тоже этим очень довольна. Говорит, я бы не смогла дочку воспитывать, потому что они такие капризные. Лучше сыновья. Ну, сейчас они все уже в основном разъехались. Младшему сыну 14 лет, старшему 30 лет. Уже самостоятельные. Да, да, да. И один из них, кстати, уже работает в нашем бизнесе, уже помогает. Думаю, что остальные тоже, возможно, придут. Ничего не навязываю, но тем не менее, хотелось бы видеть в этом бизнесе, потому что на самом деле хочется что-то такое сделать, чтобы дети тоже это понесли, причем с удовольствием, не потому что там сказали, им надо вот это делать, надо идти быть там юристом, надо идти быть врачом, надо идти быть... Ну, как традиционно. Родители указывают путь, да. Да, да, да. Вот этого, по крайней мере, мы в своей семье не делаем. То есть они свободны, да, в своих решениях. Это здорово. В решениях, да, пожеланиях. Я хочу сказать, тоже у меня три сына, тоже 30 лет старшему, да, и 14 младшему. Да. Среднему 23. Значит, я тоже им говорил про этот проект, потому что я очень хотел, чтобы они выросли на нем. Потому что проект, он строится по законам бизнеса. Я очень хотел, чтобы они увидели нормальный проект, который развивается согласно канонам, бизнес-канонам. Потому что у нас сейчас такая каша идет, вот прям, я не знаю, они в интернете, в этих проектах непонятных, в целеполаганиях каких-то иллюзорных. Вот, я очень хотел. Но они являются нашими инвесторами, вот, а средний еще партнер. Младший присматривается пока. Ну, что это понятно. Можно мы немножко вернемся к биографии? Вы откуда родом? Ну, если говорить про место рождения, то это Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград. Да, северная страна. Замечательный город назывался. Ну, и потом я в разных местах жил. Что-то заканчивали? Да, я заканчивал, у нас тогда было модно быть инженерами, Липецкий политехнический институт, как инженер-электрик. Вот, я считаю, что это большое благо, такое хорошее инженерное образование. Хотя, собственно, инженерным-электриком, я вот к стыду своему, в общем-то, и не работал никогда. Ах! Начались такие вот эти возможности, связанные там с перестройкой, с 90-ми годами, когда уже можно было что-то делать, вот, ну, не работая электриком на заводе. Вот, и я вот начал все эти разные, пробовать разные профессии, благо, вот в нашей истории 90-е, нулевые годы, дали столько возможностей, которых мы вообще просто вот задохнулись от восхищения. Для кого-то это было очень тяжелые времена, я считаю, что, ну, для меня это были совершенно благодатные времена, когда можно было, вот, идя по разным видам бизнеса, вот, прийти, наконец, вот в тот бизнес, в котором я сегодня, чему я бесконечно рад. То есть, если я правильно понял, да, вот, то, чем вы занимаетесь сейчас, об этом реально можно было только мечтать. Это вот то, к чему вы пришли в результате проб, ошибок, потому что многие, мы все, занимаясь предпринимательской деятельностью, у нас все, что угодно в этом кино было, да, и падение, и взлеты, и вы это все прошли на 100%. Все, 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 что мне не хотелось, сейчас бы долго рассказывать об этом, все-таки у нас другая тема встречи, но что касается вот именно вот этого бизнеса, то на самом деле масштабы бизнеса, ну, честно скажу, вот, хотелось бы, но не верилось, вот, что мы достигнем именно того уровня, который мы достигли сегодня. Вот абсолютно международный проект с огромными перспективами, вот, фантастика просто. Да, по-моему, даже при нашей первой встрече, помните, да, когда мы с вами общались, я так предположил, помните, что вы в совете директоров, вот так, ну, вы же дружите, мы об этом тоже сейчас поговорим, это очень важно, кстати, для всех нас, что у вас очень хорошие, близкие, теплые отношения, это очень важный момент, вот Фарид тоже знает. Вот, я говорю, что вы, по-моему, даже не догадывались, и сами не ожидали, что получится такая вот большая компания, международная, зрелая, серьезная, во всех отношениях, то есть реальный, достойный игрок на рынке IT-технологий, то есть это можно, да, вот? Именно так. Утверждать, да, что вы сами не ожидали, что так вот пойдет. Четко сформулировали, не ожидали, и только вот, ну, я скажу, если вот мы в 16-м году, мы считаем, когда у нас вышла первая, там, нативная версия, как старт проекта, только вот к 19-му году, наверное, через три года только мы почувствовали, что да, наверное, мы что-то такое зацепили, и теперь это нужно только раскрутить. Вот так вот у нас шло, потому что в 19-м году мы получили как раз вот уже ту версию приложения, Gem4Me, в котором можно было работать, приглашать людей, показывать. До этого мы, понятное дело, что мы ее делали, вот, с ошибками там, со всякими остановками, ну, да, такими провалами, ну, это такое обычное явление для любого стартапа, для любого венчарного проекта, но в 19-м году увидели, вдохнули в себя воздуха побольше, и уже начали вот настолько серьезно все это делать, и вот, и причем сразу вот мы начали делать это с таким, ну, с пониманием, что мы не можем сегодня сделать хороший продукт, концентрируясь вот на каком-то одном регионе, на едином регионе. Ну, кстати, если вот... Я извиняюсь, понимание международного бизнеса пришло практически сразу, что настроить не для русскоговорящих людей, а вот расширяться, и сразу видение по всему миру. Совершенно верно. Уже с 19-го года у нас там два десятка языков было в мессенджере. Я просто хотел сказать, что у нас есть такая, ну, в России известная компания Яндекс, которая очень сильно развивалась, ну, просто молодцы. Но вдруг сейчас вот на этом этапе, я разговаривал с топ-менеджерами, они вдруг остро поняли, что это только один рынок, и что надо выходить дальше. И вот они сейчас уже, будучи такими гигантами на нашем рынке, пытаются войти на рынки там Европы, Америки. Оказывается, это не так просто. А мы вот ставя сразу эту цель, я думаю, что мы по правильному пути пошли, сразу развиваясь, как международный проект. Можно мы... У меня есть два вопроса. Очень интересно, мы вышли из 90-х, да, и мы помним всю эту мясорубку, да. Я сам тоже был совладельцем завода литейного, и я помню все эти истории, Рейдерский захват, и все, у меня есть свои истории, да, такие на ночь. Говорят, история на ночь рассказать. Вот вы можете поделиться, вот, может, какой-то случай из жизни, самый сложный или тяжелый бизнес-опыт, профессиональный опыт, вот, может быть, интересно взглянуть, какая-то зарисовка. Ну, конечно же, есть зарисовка, ну, их много, там, мелких неудач, но была одна очень крупная такая у меня неудача, когда мы вроде как вместе делали, как я считал, с компаньонами, один такой, ну, хороший проект, он не был там каким-то глобальным, это были мясные заводы, мясные магазины здесь, в Москве, и потом, когда пришел вот 98-й год, там такой первый большой кризис, стало все, так сказать, не так все хорошо, денег стало не хватать, и другие учредили и сказали, что вот что-то у нас тут, кто-то лишний в этом у нас среди нас, давайте мы, извини, мы хотим дальше без тебя бизнес делать. Вот, это был, конечно, такой тяжелейший удар, и стоило собраться с силами, с тем, чтобы вот его пережить и пойти, найти новый бизнес, ну, у меня это там длилось, не знаю, полгода, наверное, год, когда я уже перешел в совершенно другой бизнес, сейчас об этом мясном производстве вспоминаю с таким, с легкой ностальгией, было, с другой стороны, купил большой опыт и уже стал, по-другому стал строить отношения. Это такие ступени, да, вот ступени, чтобы к чему-то большему перейти, вообще такая мне понравилась идея, я просто скажу, что глобальность, человека, бизнеса, вообще идеи, масштаба, это количество совершенных ошибок, вообще не бывает по-другому, да, ступеньки всегда должны быть, ну, нет такого, что кто-то вылетел, вот, а второй вопрос, можно вот такой, он немножко, он такой воздушный, но, а было ощущение, что с проектом Gem4Me связано какое-то, ну, такое, скажем, везение, да, или такое свыше, знаете, бывает иногда свыше озарение, вот я в своей бизнес-опыте, да, встречал, что тебе как дверь открывается, или приходят какие-то силы, там, что-то, что начинает как бы тебя куда-то везти, и ты даже говоришь, вау, сам, у тебя есть бизнес-план, ты планировал, но у тебя все равно вау появляется от того, что-то все происходит, вот есть такое ощущение, связанное с проектом? Конечно, как я уже говорил, у нас эти периоды с 16 по 19 год были самые трудные, когда мы подбирали команду разработки, когда мы вот, ну, задавали задания, смотрели, и вот самый-самый сложный период для любого, вот, ну, венчурного предприятия, это вот посев и стартап, когда нужно показать, что ты, что ты делаешь, и вот то, что мы пережили вот этот период, меняя вот, говорю, наших разработчиков, имея вот идею, но, тем не менее, вот тяжело к ней двигаясь, и когда вдруг мы вставили на верный путь, мы сказали, вот, теперь, теперь это вау, теперь это точно пойдет, потому что мы самый трудный период, мы пережили, вот. Почувствовали, волна пришла, вот, какой-то, знаете, как это, по-разному его говорят, это по-нем, вот, да. Я, можно, это, взгляд из народа, да, хорошо, вы, среди директоров. Это смена взгляда из народа, так звучит, как-то. Нет, хорошо, ну, вот, когда я был тоже, среди директоров в заводе, да, и был корпоратив, меня пригласили, и рядом со мной сел электрик, и начал мне говорить правду матку. За электрик. Да, как люди живут, все, очень, ну, у нас очень теплые отношения были, на самом деле, вот, и я хотел, что сказать, я, кстати, был в это время в числе инвесторов уже, и тогда я еще не приглашал, я не занял позицию активно вот распространять, потому что видел эти точки, и для меня, как предпринимателя, было важно, как справиться. Я хочу, ну, как бы так сказать, большой респект и снять шляпу, потому что были очень тяжелые времена, я помню, и мне было удивительно. Я вот, я тогда вот почему-то этот вопрос задал, у меня пришла, включилась, сейчас, если этот этап пройдет, это, знаете, как входной билет, понимаете, это есть какой-то вот у создателя, есть какие-то вещи, когда дается испытание, если человек его сможет преодолеть, все, открываются двери, да, ну, такая вот мудрость есть. И вот я тогда наблюдал, почему спросил, вот, я как раз тоже видел вот этот тяжелый момент, и когда прошли, я думаю, все, корабль поплыл, все, открылось большое будущее, все, теперь я здесь. 19-й год, да, получается у нас, вот эта точка невозврата, когда уже обратной дороги нет, и только вверх и вперед. Это Market Space, да, как раз был запущен? Знаете, еще раз, это им, и тогда как бы появилась четкая концепция Market Space, пока он еще, конечно, не был запущен, вот, но появилось, ну, понимание, что продукт, вот, как та часть мессенджер, которую мы сделали, что вот это уже представляет свою большую ценность, это уже, это уже работает, и это здорово работает, это привлекает людей. Вот, наверное, вот это было больше ощущения, а что касается Market Space, это, конечно, отдельная история, потому что дел, начиная делать мессенджер, ну, в 16-м году, по сути дела, и имея перед глазами один, второй, третий, уже там четвертый глобальный мессенджер, мы сразу понимали, что просто сказать, что мы еще один мессенджер, это будет недостаточно, это будет неправильно, это, ну, не хватит нам для того, чтобы вот так вот взмыть, как эти ракеты Илона Маска сейчас одна за одной взмывают, вот, и поэтому сразу была идея, мы что-то должны такое сделать, чтобы отличаться от других мессенджеров, и, конечно, это, мы ее больше подглядели, но это, я думаю, для бизнеса это нормально, вот что-то увидеть, это вот идея китайского Вичата с его маркетами, с его маркетплейсом, под большим, огромным, гигантским маркетплейсом, наверное, на миллионы там уже продавцов, вот мы это увидели, поняли, что да, вот в этом направлении нужно идти, и пошли в этом направлении, ну, как вот, возвращаясь, в 19-м году мы четко сформулировали эту идею, уже поставили задачу разработчикам, вот мы делаем, делаем, сначала мы думали, глобальный маркетспейс сразу сделать, потом поняли, что мир сейчас финансово настолько вот разобщен, что надо начать с региональных маркетплейсов в одном, втором, третьем регионе открыть, а потом уже их легче будет объединить, вот мы сейчас идем по этому пути. И вот этот шаг, то, что открыли именно сначала американский рынок, США и Канада, я говорю как есть, я не один раз об этом говорил, когда мы с Фаритом, я принимал решение, о входе в проект, именно инвестировать и активно, занять активную позицию, стать активным инвестором, то есть приглашать и привлекать людей и также работать над развитием других рынков, вот то, что открыто, Америка и Канада для меня было ну на 80%, это вот все, надо брать, да, как говорят, надо брать, потому что вот это решение, оно настолько правильное, я вот как Фарит говорит, снимаю шляпу, респект и уважение, что вы именно оттуда начали, с самого сложного рынка, насколько это было сложно, именно в США запустить финтех, и второе можно, а почему вот Америка, потому что все обычно тренируются на, ну на третьей стороне, да, 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 обычно идут наоборот, начинают там, что-то легенькое такое, и двигаются в сторону, там, Евросоюз, и уже в конце Америку открывают, ну понятно, ну, Амазон и Эбэй не начинали где-то там, они сразу начали, ну, на самом деле, понимаете, вот, как сказать, хорошая точка отсчета, вот этот рынок, в том плане, что людям не нужно объяснять, что такое маркет, маркетплейс, понимаешь, они уже знают, они уже знакомы, вот, и мы сейчас, я извиняюсь, речь идет об американском потребителе, клиенте, который уже настолько привык в онлайне жить, покупать, и все, совершенно верно, и мы сейчас настолько поняли, что это очень правильное решение, потому что вот, ну, приглашая сегодня американских предпринимателей на нашу платформу, говоря, ну, давайте, вот мы сейчас сделаем, сделаем вам еще один канал сбыта, но по сути дела, мы понимаем, что мы приглашаем тех людей, у которых уже есть каналы сбыта, собственные онлайн-шопы, где кто-то там через Амазон продают и так далее, вот, приглашая, мы должны им что-то говорить, и вот разговаривая с ними, вот подробно, там, вот новые, новые для вас возможности, поняли, что мы очень сильно угадали, потому что огромное количество предпринимателей недовольны той политикой, которую ведут вот эти интернет-гиганты, ну, такие, как Амазон, потому что они просто вот выкручивают им руки, сначала с точки зрения цены, потом разных штрафов, потом они видят, что у какого-то предпринимателя какой-то продукт, который пользуется хорошим спросом, и они сами начинают его производить, вот, и выставляют его там на первые позиции, то есть очень тяжелое отношение у предпринимателей вот к таким гигантам, и они хотели бы найти вот такие, те платформы, как наша платформа, потому что мы, наша платформа, у нас другой принцип, у нас принцип, у нас принцип не маркетплейса, который покупает товары у производителей и через себя продает от себя лично, а у нас принцип платформы, где встречаются предприниматель, продавец и встречаются покупатели, мы просто создаем ему такую удобную платформу, вот встречайтесь, обсуждайте, вот вам чаты, вот вам пуш-уведомления для ваших покупателей, то есть возможности мессенджера им вот даем, чтобы они это увидели, и мы поняли, что у нас очень большие перспективы, но раз они большие на американском рынке, то понятно, что они будут большие везде, потому что мы считаем, что это очень правильная идея. Площадка равных возможностей. Да, площадка, по сути дела, да. По сути дела, да. У меня личный был опыт по ведению бизнеса на Амазон, и я знаю, что риски там настолько высокие для вот особенно начинающих предпринимателей, потому что надо арендовать у них вот эти метры, где будет складирован товар, надо купить большую массу товара, чтобы опять же заполнить эти метры, и даже если у меня ничего не продалось, я все равно должен им платить. Платить, да. Как вот сопоставимо с арендной платой. И порой даже вот мы считали калькуляцию с товарищем в традиционном бизнесе, обычном, наземном, который возле метро, расходы меньше получились, чем в бизнесе на Амазон. Это же абсурд. А легенда ходит, что интернет-бизнес там вообще нет затрат. Вот так миллионером стать. И обучающие курсы. Да, да, да. И продают курсы тоннами. Как стать миллионером на Амазон? И вот сейчас, открывая, уже на финальной стадии мы находимся, открывая marketplace в России, мы то же самое увидели. Только у нас здесь Озон и Wildberries, которые тоже самое все делают. Они, по сути дела, монополисты, Яндекс пытаются туда же ворваться. Но, по сути дела, такие же большие компании, которых не интересуют интересы мелких клиентов. Их интересует выжать из них побольше, получить побольше прибыли. То есть, крупные производители и оптовики, вот это вот для них площадка. А мы как раз предоставляем идеальную возможность для продвижения своих интересов именно малому и среднему бизнесу, которого, кстати, большая часть, да, на самом деле. Вся экономика в любой нормальной стране на 80% это именно малый и средний бизнес. И вот тут я вижу тоже огромные перспективы. Мы уверены, что мы придем к тому, что и крупные предприниматели и оптовики к нам подтянутся. Но мы понимаем, что прежде чем они к нам придут, мы должны показать, что у нас все четко работает, что люди довольны, покупатели довольны, продавцы довольны. Тогда вот они увидят и тоже придут. Вот у меня, например, есть малый бизнес. Извини, сейчас я вот эту мысль мы завершим. Малый бизнес, да, у меня есть какой-то товар, который я хочу в том числе продавать через MarketSpace. Я выставляю, да, с помощью API интеграции. Да, да, у нас вот эти модули уже прописаны, действуют. И будет подключена также доставка на MarketPlace. Да, то есть мне не надо будет по одному вот заносить позицию, описание, цены. То есть все это предоставляет именно площадка. Я это все перенес, заполнил полочки, которые вы мне предоставили. Человек добавляет в корзину, будет появляться всплывающее окно, выбрать способ доставки. Ну, например, в России там либо СДЭК, там Почта России. Это вот просто как это все будет работать. И при оплате MarketSpace возьмет свою комиссию. Совершенно верно. Вот так просто. То есть я не должен платить какую-то дополнительную арендную плату. Вот это наш конек, это наше преимущество для предпринимателей. Они сами берут на себя отправку, но с другой стороны, сегодня во всех странах, ну не во всех, конечно, но в тех, которые мы начинаем, это там США, Россия, Европа, там уже есть эти службы доставки, которые очень удобные, которые подключаются. И люди к ним, извиняюсь, люди к ним привыкли. Люди к ним привыкли, да. Вот тоже, тот же говоря, там про СДЭК в России, там же ты хочешь отправить, так тебе и курьер приходит домой и доставит, да. А если тебе хочется, чтобы это было подешевле, ну ты сам идешь на Почту России, отправляешь, и получатель приходит на Почту России, тоже великолепно уже работает. Потому что наша задача сделать максимально простым, вот понятно, интуитивно понятным для использования вот нашу площадку, вот эту торговую. А еще раз повторю, что, а вот в соединении с мессенджером, когда можно и тут же и переписываться непосредственно... службы поддержки там, у Озона, условно говоря, или Амазона службы поддержки, да, понятно, что это. А там еще какой-то бот отвечает, а не живой человек. Там еще бот отвечает. Я когда слышу этого бота, мне хочется сказать, дайте мне нормального человека. Всем так хочется сказать. Вот здесь, вот, пожалуйста, контакт с, непосредственно, с продавцом. Вот, и что еще важно, опять-таки, все-таки мы являемся маркетплейсом, и, а маркетплейсы вот отличаются, в принципе, от электронной торговли, от обычных интернет-магазинов, скажем, от онлайн-шопов. И коммерс, да. Тем, что, и коммерс, да. Тем, что там есть обратная связь, сильная обратная связь между покупателями и продавцами. Покупатели воздействуют на продавцов с точки зрения, там, качества, там, функционала товара, ну и так далее. Еще один момент, вот важный, да, который я вижу, как наше, вот, неоспоримое преимущество. Смотрите, схема выглядит очень простой. Продавец, покупатель, да, гарантом выступает MarketSpace, гарантом для покупателя, что то, что он заказал, то он и получит, а для продавца, что деньги к нему придут. Да, да, это вторая часть нашей схемы, что, да, деньги находятся на счете, на счете компании до момента получения. Это очень важно. Да, совершенно верно. Потому что я в том числе снимался в таком кино, знаете, когда в обычный интернет-магазин, и коммерс, как мы говорим, я зашел, заказал, на картинке видел одно, пришло другое. Да, и как бы вот начинаешь вот входить вот в эти отношения с этим продавцом, а деньги, знаете, как-то не очень все торопятся отдавать. А деньги ушли, да. Да, и вот здесь этот вопрос снимается вообще. То есть здесь именно наш MarketSpace является гарантом и для одних, и для других. Это мне вот очень нравится. Какая комиссия? Для вот для меня, как для малого предпринимателя. вы знаете, я не хотел бы сейчас цифры четкие озвучить, но я хочу сказать, что вот если мы берем, допустим, Amazon, мы знаем там эти комиссии, там 17% от каждой сделки, да, а на кого комиссии вложатся? Понятно? Ну, как покупатель? Нет, покупатель оплатил все. Покупатель платит свои, не знаю, там 50 долларов. Я называю надбавочной стоимостью. Да, но это они, по сути дела, все на поставщике, на продавце, раз по сути дела, потому что, если часы там, условно говоря, стоят 100 долларов, то ты их не продашь за 117, потому что они в другом месте 100, а продавая часы за 100 долларов через Amazon, с тебя Amazon 17 долларов спишет, вот так сказать, потому что это его комиссия. поэтому мы четко понимаем, что для того, чтобы стартовать, для того, чтобы бурно стартовать, мы должны предложить маленькую комиссию, вот в размере, там, ну, процентов, скажем так, и это будет еще одним сигналом для предпринимателей, для продавцов, что вот нужно использовать этот канал. Так что это наша политика низких комиссий, политика привлечения предпринимателей за счет низких комиссий. Я хотел на шаг буквально назад вернуться. Когда мы принимали решение нашей достаточно серьезной группой партнеров, предпринимателей стать посвященными партнерами Gem4Me, нас очень вдохновил факт, что сегодня большой мир предпринимателей, бизнеса направлен в онлайн. Вообще вся статистика ведет, что сегодня электронной коммерцией занимается очень большое количество людей, и мы увидели гигантский рынок, и вот я скажу, мы сделали свою аналитику. Мы посчитали, что таких проектов как Gem4Me должно быть 5 минимум, чтобы наполнить рынок. На сегодняшний день он настолько пустой, и мы так и посмотрели, это же вакуум, и мне задавали вопрос, а в Gem4Me столько много проектов, столько всего. Я говорю, друзья, надо читать, ну вообще смотреть рынок, куда движется. Сегодня дефицит этого. И не знаю, может так и говорить или нет, что пандемия сыграла роль какую-то в этом плане положительную. Она подтолкнула сегодня большое количество людей, фокус развернула в электронную коммерцию, маркетплейсы, и все сегодня говорят, ребят, вся тема будет проходить вот здесь. Мы показываем на наш гаджет и говорим, здесь все, здесь мы торгуем, здесь переводим деньги, мы здесь общаемся, мы здесь покупаем билеты, отдыхаем, все. Это твой паспорт. И на самом деле, вот, наверное, WeChat, да, вы хорошо сказали, WeChat, фокус. И мы, у нас так, сразу, загорелась такая лампочка, знаете, как у вас, там, в 19-м году, о, вот он. И у нас включилось тоже, слушайте, это все тренд, это мы участвуем. Вот, правильно я в мысли, вот, вы же хорошую аналитику, как бы собираетесь со всего мира и смотрите за рынком. И вы очень правы, насчет пандемии, когда вот за эти два года столько людей ушли в онлайн, столько компаний ушли в онлайн, да, и вдруг поняли, что там, оказывается, можно жить и работать, и зарабатывать. Это действительно... С меньшими издержками и рисками корневого бизнеса, потому что он несет очень много нагрузки, особенно снять офис и обслуживать его, это вся история. Снять магазин, да, это же всегда отдельная история, держать персонал, который продается, не продается, он должен быть у тебя всегда на рабочем месте, да, да, да. Поэтому это действительно неизбежный такой тренд, и мы сейчас смотрим даже, вот, скажу немножко по секрету, вот, на такой огромный континент, как Африка. И вот сейчас выбираем, с какой стороны на него зайти, потому что, ну, не просто большой континент, много разных стран, так там он вообще свободный. Это, как помните, в известной шутке-то есть бизнес-притч о том, как один предприниматель, владелец обувной фабрики из Манчестера посылает двух своих камевояжеров, представителей в Африку. И один ему пишет письмо, тут беда, беда, тут никто обувь не носит, ничего не нужно, а другой пишет... Нам тут делать нечего, да? А другой пишет, ура, тут же все босиком, да, 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 да. Поэтому нас не пугает в том, что в Африке пока еще нет маркетплейсов, мы знаем, что потребность людей в этом есть. Сегодня весь мир, ну, кроме, там, может быть, самых таких глубоких отставых племен, весь мир уже ходит со смартфонами, а смартфон это именно то, чтобы нужно, чтобы быть сегодня вот в этом бизнесе, чтобы быть как покупателем, так и продавцом. Также через смартфон можно занести свой товар, также можно отслеживать, получать деньги и так далее. Вот эти мы смотрим, поэтому мы, ну, таком, знаете, вот в сладком привкушении находимся от того, что мы это делаем, потому что, что касается маркетплейсов, да, ну, мы маркетспейс называем как вот такое объединение маркетплейсов отдельных, но все-таки мы начинаем с отдельных маркетплейсов. И здесь самое важное, вот отработать эту модель, вот отработать, ну, у нас сейчас такой тестовый оказалось, как это не обидно будет американскому рынку, вот этот рынок оказался тестовым, мы на нем отлаживаем, кстати, сейчас как раз завершаем подключение шиппинга, так называемого, чтобы у них было на первом этапе две компании, да, потом там три компании, доставки, да, автоматически, чтобы не продавец этим занимался, а непосредственно уже все шло через API, через подключение, через интерфейс. Вот для продавцов, смотрите, как это выглядит, да, у меня человек заказал, я принял заказ, я как продавец, и я его отложил на полочку, приезжает компания по доставке, у меня его забирает, то есть мне не надо куда-то там выдвигаться, в какой-то пункт. Именно так, и вот смотрите, отработав в одном месте эту модель, вот технологически отработав, да, все, потом ты просто мультиплицируешь, вот ищешь эти точки входа, вот как вот мы сейчас думаем о такой замечательной стране, как Израиль, очень продвинутой в этом плане, но тем не менее, вот там тоже нет, вот мы посмотрели, там нет вот той модели, по которой мы рассказываем, там есть модели, там Амазона, которая скупает товары у производителя и сам через себя продает. Эта модель есть, она работает, но мы хотим продолжать альтернативную модель, и, впрочем-то, уверены, что она тоже впишется на любом рынке. Так, я чувствую, тут странно разбираю, да, совсем все. Я хочу сказать, что у нас очень сильная представительность, тоже вот группа предпринимательская в Африке, поэтому, пользуясь нашим записью, эфиром, хочу сказать, что вот мы там тоже будем участвовать. Привет, Африке! Я чувствую, что столбят страны, потому что проект мощный, сильный, понятно, что кто первый займет страну, ну, как бы, того этапки, и понятно, что проект состоялся, понятно, что он уже глобальных справедливей сделает, и занять страну это очень ответственно, почетно, но очень выгодно. Поэтому по Африке мы готовы разговаривать. Оставить вам какую-то страну, да? Ну, я знаю, что вы, кроме того, еще очень внимательно присматриваясь в последние полгода к такой замечательной, я считаю, стране, как Бразилия. Бразилия, потому что мы, вот сегодня у нас только дальние, скажем так, планы по поводу Латинской Америки, но мы понимаем, что это тоже огромный рынок, что там все уже со смартфонами, и нужно принести им вот эти возможности, которые мы вот хотим, потому что для нас это вот, ну, у нас, конечно, ближе вот Ближний Восток, даже Азия, Юго-Восточная Азия для нас несколько ближе, скажем так, да, чем, но мы понимаем, что это замечательный рынок, мы тоже его очень хотели бы иметь в виду. Будем просить вашего поддержки, участия, чтобы у нас были материалы, сейчас перевод на бразильский и португальский, вот этот вот, потому что уже договоренности есть, хотим двигаться туда, хотим двигаться, будем вашей поддержкой. У нас, ну, скажем так, достаточно небольшое ядро компании, понятно, что мы не можем, но у нас есть вот, можно по-разному называть, активные инвесторы, я называю там фондрайзеры, партнеры бизнеса, по сути дела, да, благодаря которым мы получаем вот эти вот возможности, потому что, ну, невозможно небольшой там в группе человек вот разорваться на много-много стран одновременно, и поэтому мы очень благодарны нашим инвесторам, нашим партнерам за то, что они нам предоставляют вот эти вот возможности, как вот открытие стран, потому что стран-то их там 200, там 10-220, да, вот, и пойди там все охвати. Ну, это очень хорошая идея, можно одну зарисовку скажу, смотрите, ну, предложений много по бизнесу, по партнерству очень много, тем более, что, ну, так, мы тоже представляем какую-то силу, нам предлагают, но, смотрите, всегда аргумент есть, нам предлагают участвовать, чтобы продвигать какую-то компанию, и я говорю, смотрите, мы сейчас прикладываем усилия, время, но капитализацию делаем компании, по сути дела, нас используют, да, а здесь я просто сегодня фокус делаю, знаете, главный аргумент, когда мы разговаривали со своими партнерами, я говорю, смотри, мы сегодня получаем достаточно хорошее и справедливое вознаграждение за работу, продвижение, потому что это сила и энергия, но мы еще делаем, что мы капитализируем продукт, который, в принципе, тоже нам принадлежит, и акции, мы, по сути дела, увеличиваем эффективность и ценность наших акций, по сути дела, мы работаем на свой проект, это так сошлось у меня, гармонично сошлось, я говорю, ребят, ну, мы вряд ли сегодня найдем что-то более эффективное, это я вот говорю, да, потому что емкость рынка, масштабы, вот эта капитализация постоянно, мы постоянно делаем постоянно растущий актив, я говорю, в кризис быть в проекте, который делает постоянный актив, это же вообще сказка, вот на самом деле, да, сказка, это все ищут, когда рынок вниз идет, это кто-то вверх, это настолько заметно, это настолько вот как бы отрезвляет, показывает фокус, вот я поэтому хочу сказать, это опять голос из народа, вот, да, что вот это очень большой фактор был для нас такой прям фокусный. Я вот именно к этому хотел перейти, как раз ты вот начал эту тему бизнес-модель, то есть это просто гениально, вот Татьяна Тарасова очень хорошо, как финансовый эксперт и аналитик, и оценщик бизнеса, большой опыт в банках у нее, в сопровождении крупных сделок, компаний, и она говорит, что вот самый большой риск, это недофинансирование проекта, это самый большой риск, именно поэтому рассыпаются гениальные какие-то стартапы, идеи, они просто не проходят вот эту долину смерти. Как пришла в голову вот эта вот модель именно краудинвестинга, краудфандинга, когда вот как Аркадий Райкин еще говорил, 100 тысяч зрителей по одному рублю, и эта вот модель, она не просто себя оправдала, доказала, она помогла, да, я правильно понимаю, именно вот пройти вот эту долину смерти, и она состоялась, и она работает успешно. Как пришла вообще в голову эта мысль? Ну, я бы, наверное, сказал, что за отсутствие других идей по финансированию, потому что мы хорошо понимали, что чтобы мы красиво не говорили, но приходя в банки, приходя к инвесторам, мы не получим... К фондам каким-то тем же... Ну, фондам, да, бизнес-ангелам и так далее, потому что на самом деле, вот, ну, кто-то думает создать мессенджер, это там, ну, типа там, сел, сел там, на нем двух человек, они-то за полгода сделают, на самом деле это совсем не так, это совсем сложная задача, требующая работы большого количества людей, большой период времени, и мы понимали, что мы вот пока мы не сможем показать, нам нужно как-то это финансировать, и мы поняли, что... А в то время, когда, ну, вот, 16-й год, там, начиная, там, с десятых годов, наверное, как раз, и загорелась эта вот идея краудфандинга и краудинвестинга, вот, и поэтому мы подумали, что, ну, что может быть лучше, чем... Такой бизнес-складчину, да, получается, и мы все становимся совладельцами, как правильно Фарид сказал, да, у нас уже встроенный интерес, нам интересно и страну открыть, и расширить рынки, и людей подключить, это мой бизнес, я не их развиваю, я развиваю свой бизнес, да. Это удивительный случай, когда большие доходы делаются без больших вложений, вот, на самом деле, они очень относительные, вот, я вложил, по сравнению, там, когда мы завод открывали, там, входили в программу «Газпрома», там, или металлургические комбинаты, там другие были вложения, там были другие риски, и для меня немножко был неконект моих политехнических мозгов, я тоже политехнический закончил язык, мы инженеры, я думаю, не сходится что-то, и начал изучать вот этот цифровой мир, куда сейчас деньги текут, куда мозги текут, и иду, да, вот, этот мир я увидел, на самом деле, был апгрейд, я понял, что сейчас здесь будущее, и вот этот вариант, что вы предложили, это такое партнерство, это очень драгоценно, я очень ценю и благодарен вам, что вы предоставили такую возможность. И вот хочу еще сказать, может, очень важно будет, смотрите, мы проговорили про сроки, есть такой момент, что есть инвесторы, их можно разделить на, знаете, спринтеры и стайры, да? Спринтер это который… Спринтер это я. Все здорово. Я вижу, я добегу, у меня сил хватит, и я получу. Он говорит, хорошо. И вот, знаете, я столкнулся с тем, наблюдая картину, что какое-то количество инвесторов, спринтеров попали на нашу ставерскую площадку, ставят дорожку, да? Потому что этот проект, он длинный, для меня это было не удивление, не новость, и когда все говорили, все, мы сейчас год и продадимся, я думаю, интересно, вот я бы заложил завод, и говорю, ребят, сейчас фундамент заложим и продадимся, и что мы там будем продавать, интересно, что бы вы хотели продать и за сколько, я понимаю, что это процесс, создать команду, железо, оттестировать, занять регионы, ребят, это огромный проект, который дает миллиарды долларов, друзья, он требует развития, поэтому когда вот стали спринтеры на ставерскую, и есть напряжение, вот что бы мы могли сказать им, ну, успокоить, может быть, успокоить, потому что они уже встали на эту дистанцию, а им неуютно, потому что мы на длинную пошли, да, хотя мы уже в заключительной стадии, понятно, что мы видим уже, вот, мы уже видим завершение, такое, да, продажу, вот, но все равно, знаете, усталость, усталость некоторая есть, да? Очень понятно, очень понятно. Ну, знаете, я бы сказал, что раз мы стали говорить этими понятиями спринтеров и стайеров, чтобы было необыкновенно тяжело пробежать эти 40 километров, но когда осталось, не изменяет память, там, 42, 42, 190, что бы, да, то есть осталось пробежать последний. Остались два километра на последний движение. Да, 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 если уж ты пробежал 40 километров, то два-то ты всегда пробежишь, но это на самом деле так, потому что я уже говорил, да, вот первые три этапа самые сложные, но когда видно, что проект перешел уже от этапа создания продукта в этап глобального расширения, когда мы говорим, вот, вот Америка, вот Бразилия, вот Индонезия, там, да, когда мы об этом говорим, видно, что осталось чуть-чуть, что он действительно представляет собой большую ценность, и на каком этапе мы найдем интерес, ну, стратегического покупателя, а мы именно такую все-таки себе, как основную модель выхода из бизнеса ставим, понятно, что есть вариант B, C, но как основную все-таки модель мы эту ставим. Вот на каком этапе мы уже найдем, мы не знаем, да, ну, потому что рассматривая там кучу разных примеров, мы знаем, что там Инстаграм купили, когда у него было там буквально, ну, пошли переговоры, когда у него буквально там первый миллион пользователей пошел, потому что увидели модель, увидели модель и поняли, что она работает, и сейчас она взорвется, надо ее быстрее купить, поэтому мы тоже сейчас будем об этом, на этом вот этапе, на заключительном, мы об этом больше будем говорить, и больше будем говорить через наших инвесторов, и мы уверены, что умные люди увидят, что на самом деле в этой идее есть огромный потенциал. Так что вот эти 2190 давайте пробежим весело. У меня есть спринтеры, которые заскочили, да, увидели, так заскочили, и я ему говорю, закрой глаза, поддерживай, молись, будет приятно, финиш, и ты просто компенсируешь все твои сегодняшние психологические сдержки. Он говорит, хорошо, мы на этом остановились, знаете. Вот такие нам мудрые люди, говорит, очень-очень нужны, которые могут успокоить. На самом деле, я не вижу на сегодняшнем этапе, у нас гораздо больше были проблемы, вот на первом этапе, когда мы говорили, мы это сделаем, а еще ничего не было, на одной вере идти. А когда вера уже... Много веры у вас было. Вот прям. То здесь я уже как бы спокоен, ну, люди понимают, они каждый по-своему это все-таки видят, и думают, что такое, почему вы не можете там за полгода или за год сделать, и быстренько-быстренько, и я свои там получу огромные доходы, но не бывает такого на самом деле, не бывает. Слава Богу, что есть размеренность, есть бизнес-порядок, корпоративная культура. Я всем говорю, друзья, нужна корпоративная культура. Вот завод, я понимаю, да, должна быть структура, которая обеспечивает бизнес-процесс, который приведет к заключительной точке. Вы поймите, его надо выстроить. И вот я радуюсь, что есть бизнес-процесс, есть финансирование, мы обязательно придем к этой точке. Вот что хорошо, друзья, а мы в Голубом океане, мы в тренде рынка. Понимаете, насколько я говорю, сюда смотрите, порадуйтесь, что мы попали. И вот я почему говорил, да, про вот эту лампочку, в 19-м году зажглась, вот это бывает такое, да, свыше, озарение такое, вот сюда идите. Хотел вот в этом контексте сказать огромное спасибо, не заканчиваем еще пару минут, да. Огромное спасибо от лица всех абсолютно инвесторов, то, что вы каждую неделю регулярно выходите онлайн и вот прям отвечаете иногда на такие вопросы вообще. Мне нравится, что вы их даже не редактируете. То есть люди пишут вопросы, иногда даже с ошибками. Вы прям выставляете вопрос и на каждый вопрос любого инвестора вы даете развернутый ответ. Вот огромное спасибо. Я с этим сталкиваюсь вообще впервые. Ну это наша обязанность перед нашими инвесторами, потому что люди вложили деньги, они обязаны знать, куда они пошли, что мы уже сделали и что мы сегодня делаем, что должно быть обязательно понимание. Поэтому мы действительно прикладываем к этому большие усилия. А учитывая, что у нас разные группы инвесторов, все это делаем еще на разных языках, это совершенно правильный подход. Единственное возможное, если бы мы этого не делали, то, конечно, люди скажут, ну вот у нас забрали деньги, что там делают, непонятно. Поэтому мы совершенно открыты, иногда даже слишком открыты по сравнению с другими разработчиками. Я вот иногда привожу пример. Я, наверное, где-то в 2020 году, мне вдруг пришла идея, что есть каналы, публичные каналы, то, что называется сегодня, то, что там хорошо работает в Телеграме. И мне пришла идея, а у нас уже каналы тоже в то время были, я говорю, но если бы люди могли посты комментировать сами, то это уже была, по сути дела, мини-социальная сеть. И мы стали об этом громко говорить, что мы вот сделаем сейчас комменты в каналах, там написали об этом, видео там разошлось по интернету. И смотрю, значит, месяца 3-4 назад Телеграм это сделал уже, а у нас в планах вот на второй квартал 22-го года только это стояло. Вот так вот, поэтому мы сейчас, как сказать, надо быть мудрыми, так сказать, говорим несколько более сдержанно о своих планах. Конечно, нашим вот топ-инвесторам мы рассказываем очень подробно о наших планах, но на широкую публику мы только глобально, вот стратегию нашего сдвижения с маркетплейсами, да, финтех вот это мы рассказываем, вот, но не до деталей, чтобы, так сказать, не давать пищу конкурентам нашим. Кстати, маленький нюанс, если я правильно понял, то конференции на тысячу человек, видеоконференции, сначала у нас появились, и потом появились в Телеграме. Да, они потом в конференции, ну, если сравнить их с Телеграмом. Именно, потому что у нас появились, они тоже, да, решили, как же мы без этого. Да, 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 сравнивали. А у них долгое время не было ни аудио, ни видеоконференции, потом они это сделали, действительно, после нас. То есть в каком-то смысле задаем тренды, да, моду. На самом деле, я считаю, что мы нужны. Мы нужны Телеграму, Телеграм очень нужен нам, Витчат очень нужен нам, Ватсап замечательный продукт, который перестал развиваться уже сколько-то лет назад, они как сделали, вот, персональные публичные и групповые чаты, так на этом и остались. Да, да, да. То есть они, видимо, чувствуют, что они такие великие, что им ничего не надо делать. И в этом одна из особенностей, я бы сказал, таких вот, ну, скажем, небольших компаний, как мы все-таки, но агрессивных и понимающих, что им надо что-то отгрызть, а те компании, которые досыпают сегодня, да, ну, они, так сказать, будут... Ну, вот это же видно хорошо было в том году. Ватсап потерял очень большое количество своих пользователей, не знаю, сколько это в процентах, но, тем не менее, отток был очень заметный, в том числе, сказался на их корпоративной стоимости, достаточно заметно, потому что они, вот, позволили себе продукт не развивать, а сегодня нельзя продукт не развивать. Это, я знаю, синдром жирного кота, знаете, когда уже вот деньги идут, нас и здесь неплохо кормят, есть такая, да? А мы такой голодный злой кот, который... Да, мне понравилось, молодой лев, который просто выходит на территорию, говорит, моя территория. Сейчас такие продукты нужны, но есть время, вот, чтобы создать еще сейчас конкурентную среду, она нужна, нужны много продуктов, чтобы наполнить спрос рынка. Вот, и, конечно, то, что тогда вот пришла идея, стартовали, и мы сегодня все-таки возглавляем вот эту тенденцию, marketplace, messenger, вот, у нас есть преференция, как бы, первых тапок, и, вот, как говорится. Очень надеемся, что у нас огромное количество рынков есть, где у нас первые тапки будут наши, точно. Вот такой момент еще очень важный, то, что я на этом свое внимание заострил и показываю это людям. Если я правильно понял, у нас market space по принципу лего, то есть это не только товары, да, можно выставить, туда можно подтянуть и услуги, да, туда, ну, услуги разные бывают, там, финансовая, страховка и так далее, да, туда можно подтянуть и какие-то товары, там, second hand, да, как это сказать, ну, как авито, например, да, тоже можно подтянуть, да, как доска объявлений, да, и как доска объявлений, как многое другое, да. Мне очень нравится, и это тоже одна из задач, которую мы ставили разработчикам с самого начала, разрабатывать универсальную платформу, которую можно будет вот потом подключить. То есть и как региональная она, да, может интегрироваться в любой рынок, под любую валюту, да, и также можно различные другие сервисы. Можно, можно, можно и нужно, потому что, ну, важно, чтобы это процесс пошел, да, а дальше люди, которые продают, условно говоря, билеты, тоже увидят, что, оказывается, можно, ну, просто есть еще один канал, понятно, что они их продают, но почему не попробовать еще один канал в дополнение к своей бизнес-модели. Скажите, пожалуйста, вот мы можем говорить, что вот есть какие-то параметры, которые являются для нас ключевыми, например, 50 миллионов пользователей, все говорят 50 миллионов пользователей, 50 миллионов пользователей, сейчас есть, кстати, уже 30 миллионов, за это достижение отдельное спасибо, всей команде, вам в частности. Вот, и второй параметр, это открытие маркетспейса, маркетплейса нашего, да, не только в США и Канады, а вот полная, полный функционал также вот в других регионах. Можно, да, сказать, что вот это вот два ключевых момента, которые именно нас пододвинуты. Мы действительно об этом рассказываем, потому что, ну, 50 миллионов, это у нас такой, ну, психологически, понятно, что и 30 уже много, да, вот, 40 много, но 50 это некий психологический пример, ну, вернее, некая психологическая такая планка, потому что сегодня, когда люди заходят, ну, наши основные пользователи, ну, как и у всех, наверное, приложения на Андроиде находятся, и видят сегодня там 10 миллионов установок, а следующая ступень у Гугла, там 50 только будет. Так счётчик устроен. Вот видя 10 миллионов и видя 50, ну, согласитесь, разные отношения к продукту. Ага, 50 миллионов, ничего себе, почему-нибудь не 50 миллионов первым, да, или десятым. Поэтому, да, вот это первая планка, а вторая, вы тоже правы, мессенджеры есть, мессенджеры с маркетплейсом пока вот только один там есть, да, и поэтому вот сделав один маркетплейс, второй на территории, там, России, СНГ, потом третий, мы покажем, что вот это сделать потом следующие 10, это будет просто делать, поэтому, да, два ключевых у нас вот есть таких момента, на которые мы сейчас уделяем наше наибольшее внимание. А вы можете описать вот портрет потенциального будущего покупателя? Вот одна из стратегий, наша главная стратегия, это продажа, да? Да, хороший вопрос. Генеральному покупателю, там, главному покупателю, как его назвать, да, вот. Портрет можем вот набросать вообще, чтобы ему было интересно? И вот второй вопрос, как бы вот он можно сюда вписать. Сейчас больше фокус делается на развитии маркетплейса, да, и мессенджера с точки зрения удобности для работы там людей, привлечения, или же он больше отражает вот тем требованиям бизнес-эффективности, знаете, вот этот доходности, да, актива, который купил бы покупатель. Потому что я понимаю, вот я как покупал, да, я смотрю растущую актива, и я понимаю, что я могу ее продолжить, потому что есть инструменты, есть рынки, есть тенденция, и я вижу, как я из условно 30-50 миллиардов могу сделать 100-200, и я вижу, и у меня для этого есть инструмент. Вот куда фокус можно, если это не тайна? Нет, это не тайна, это, скажем так, понятные, очень правильно делаете, ну, очень правильно мысли высказываете по этому поводу, потому что на самом деле здесь обе тенденции имеют место быть, ну, потому что если мы вспомним, условно говоря, там, вайбер, там, да, которые, так сказать, пропадали, когда там никаких не было финансовых потоков, то же самое было с WhatsApp, то есть сегодня огромное значение имеют сами пользователи. Вот сегодня мы все, ну, не мы все, а самые предприимчивые предприниматели, они сегодня поняли вот значение вот этих баз данных, вот этих глобальных баз, знания привычек потребителей, пользователей, на этом делаются сегодня просто огромные деньги, поэтому все пытаются вот как можно большие базы данных собрать, это одна. Но с другой стороны мы понимаем, что это одна из стратегий, но тем не менее мы четко проводим вторую нашу стратегию. Вторая стратегия – это понятная монетизация, то есть тем не менее мы уверены, что в нашем приложении должны течь финансовые потоки. И финансовые потоки мы видим в нескольких посткостях, они у нас запланированы, это не секрет, поэтому я скажу, это, естественно, первое, что это вот marketplace, это и комиссия вот сделок, пусть небольшая, но тем не менее стабильно растущая комиссия, которые потенциальный покупатель будет понимать, сегодня она такая вот, миллион, сегодня 10, завтра 100, а завтра я ее могу довести до миллиарда, условно говоря, комиссия. Второе – это реклама в marketplace для предупредительных товаров, то есть чтобы покупатели увидели твой товар на главной страничке, ну позволь, пожалуйста, тебе объявление на неделю, там столько-то стоит. Вот, это marketplace, вот инструменты монетизации. Публичные каналы – тоже инструмент монетизации, потому что сегодня мы разрабатываем биржу рекламных объявлений каналов, где тоже будем получать вот эту свою комиссию. Вот, второй, да. Третий – это финтех, то, над чем мы работаем, мы уже получили лицензию, лицензии, соответствующие вот, и для финансовых операций, это бесплатные мгновенные переводы между пользователями всего мира. Без комиссий? Да, для пользователей. Только конвертация, да? Бесплатные, да, ну там, где есть конвертация, конечно, там комиссия возникает, но тем не менее, если я перевожу, словно говоря, доллары, там, из Австралии, то в Канаду, то это бесплатные мгновенные, да, и там тоже возникают комиссии, то есть там возникают комиссии не на этом переходе, но комиссии, понятно, что всегда возникают, когда… Ввод и вывод. Ввод на воде и выводе. То есть мы вот эти инструменты, для нас 22-й год – это год монетизации будет, мы покажем инвесторам. И умный инвестор увидит, ага, сегодня небольшие, но компания-то растет, завтра будут большие, значит, надо брать. Покупать надо, когда, да, когда еще… Когда, совершенно нет. Лучше я увеличу и получу прибыль, да? Чем мне потом скажут, что это стоит в три раза дороже. Да, или скажут, что такая корова нужна самому. Может быть, может быть. То есть, если правильно понял я, да, вот вопрос этот, то есть купит этот бизнес тот, кто знает, как из 30, 40, 50 миллиардов сделать 300, 500 и даже триллион. А именно такие деньги сегодня в этой индустрии. Совершенно верно. Ну, в чем, я считаю, что, в чем у нас правильный шаг, вот, потому что мессенджеры, ну, если брать глобальным, ну, понятно, сколько они стоят, скажем, там, десятки миллиардов, а маркетплейсы уже сотни. И поэтому мы вот с этим решением 2019 года, мы перешли вот из сектора мессенджеров, в сектор маркетплейсов. И это, мы считаем, что это увеличивает нашу цену, конечно, нашу стоимость, вот, для потенциального покупателя. Будем заканчивать нашу встречу, друзья. Огромная. Вы задавали интересные вопросы, спасибо большое. Спасибо вам. Приятно отвечать на хорошие вопросы. Такие развернутые ответы и узнали вас чуть поближе лично, это тоже всегда приятно. Спасибо большое. И хочется верить, что действительно вот так вот мы в таком тандеме, все вместе, вместе с нашими фандрайзерами, вместе с нашими партнерами, успешно завершим вот эту вот финишную прямую. А я вот, видя все эти тенденции, спасибо за открытость, спасибо за проявление, я своим партнерам говорю, друзья, нас сегодня ждет потрясающий 2022 год. Да. Потрясающий. Прям все в это верим и на этом соглашаемся. Прям все в это верим и на этом соглашаемся.